Внимание! Говорит и показывает Филадельфия! Командами Национальной Хоккейной Лиги. Сегодняшний соперник Филадельфия Флайер. Одна из лучших команд НХЛ. Сборная СССР. Макеломат, как обычно. В таком составе. Ротарь Владислав Третьяк. Первая пятерка. Касатона Фетисов, Тюменев, Крутов и Ларионов. У хозяев поля на площадке. Вратарь Пелле Линдберг. Тридцать первый номер. Двадцать девятый Кокрэйн. Второй Хоу. Восемнадцатый номер. Нападающий Харсон. Шестнадцатый Кларк. Девятнадцатый Алисон. Смена идет по ходу матча. Небольшие изменения сегодня в составе. А может быть и большие изменения в составе Горны Советского Союза. Не играют сегодня Шалимов, Капустин. Гемаев не играет. И раз мы уже знаете, он получил травму, то он же домой пока еще не может выступать в составе Горны Советского Союза. И вместе со Светловым и Семеновым выступает сегодня Сергей Шепелев. Это сейчас эта пятерка на площадке. Заступите у Лизы Лизинов и в первую. И тренеры дали возможность отдохнуть сегодня Шалимову и запустите, поэтому они сегодня не отступают. Но за то, я думаю, полезно очень будет в этом очень ответственном матче. И думаю, что сегодня очень сложный будет матч для сборников Горны Советского Союза. Семенадцать тысяч зрителей выступают на стадионе. И, естественно, поддерживают свою команду. Берем Лизинов Хайбе. У канадцев на площадке Маккаримов, десятый тысяч зрителей. Софт-Мейер, два защитника от нападения. Играют Барбер, Эвен и Горин. Маккаримов. Но надо сказать, пока осторожно начались встречи в своде команды. Мы, очевидно, обратили внимание на то, что необычные в такой форме играют. Наталья его поле. Дело в том, что две только профессиональные команды выступают именно в такой форме. Тоже профессиональные команды. Национальный хоккей. Метод отставал провешла. Стариков, Лосков у нас на площадке. В обороне в нападении играют Сожевников, Кабыков и Васильев. У хозяев поля на льду Уилсон, третий номер, защитник. Играет он в паре с Ворфаком. С пыльцем, который идет, бросается. Выкол бросается воротом. Нет, шайба, не в танк попадает. А в нападение у Киладельки и Фаерс и Миккала. Ваши третий номер, 15-й Тейлор и 32-й Фадсов. Шесть защитников. Бросок. Еще один бросок. Фейлер, Линдер, Николай, Фаерс и Миккала. Он сейчас основной вратарь команды Киладельки. Многие, наверное, помнят этот матч, который проходил, можно сказать, даже не в спортивной борьбе. Очень много было в рубрике, даже, я скажу, с высокой стороны хозяев подчатки. И, наконец, в 79-м году здесь же выступали крылья Советов. Матч закончился в ничью 4-4. Причем за 3 минуты до окончательной встречи, я помню, крылья Советов выигрывали со счетом 4-2. И на последних вот этих трех минутах пропустили сначала одну шайбу, а за несколько секунд до конца встречи Кларк забил четвертую шайбу, была закупирована ничья 4-4. И вот третья встреча. Драссов с поворотом. Это Иси Кан. А где его поле? Атакует они на льду четвертая Кларка. Его вы легко узнаете. У него, во-первых, все тоже 16-й номер, а во-вторых, он один из немногих, кто до сих пор играет без шлема. Шайба, класс, передача. Клистов, арбитра. Да, я вам сегодня не представил арбитров встречи. Главный судья Брюс Худ. Арбитр, хорошо знакомый. Сходил в матче и Кубка Канады. Был на чемпионатах мира. Пятерка Кларка на льду у хозяев поля. Дворжак. Дворжак защитник, лучший защитник Чехловакской сборной. Так что, за решение федерации Кокея. А Чехловакия уехал сюда. Он пытается откладывать его слайд. Хорошо, что мы его знаем. Вот опасный момент передача. Дворжак успевает выбросить шайбу из своей зоны. Но еще очень много времени играть в меньшинстве. Полторы минуты. Дворжак вне игры. Брасывание. Бобби Кларк, 16-й номер, капитан Филадельский флайер. Говорят, у него пожизненный контракт с этим флогом. Кларк не так много сейчас забивает. 14-6 провел он за 41 игру. Но хорошо, как 10-й человек действует. Ассистирует прекрасным партнером. И в результате у него результативных передач. Ларионов. Обыгрывает защитника Дворжака. Брошать неудобно. Алисон. Пром. 26-й номер. 15-й. Это Тейлор. Тейлор. Сосатонов можно немного подержать. Шайбе. Третьяк. Отбивает Шайбу. И Проб добивал ее. Шайбу вышел из игры. Вбрасывание. В зоне сборной КСССР. Смотрим на табло. 11 секунд. Спасибо. Вбрасывание. Несена в проверке. Ларионов Бросок Не дошла шайба До вратаря Петля Петитов Чуть-чуть, что быстрее Была неплохая передача Не смог просто Ларионов Остановить шайбу Вне игры поднята рука арбитра Но, правда, шайбой владеет сборной Поэтому не последовало остановки игры Макс Креймон Петитов Петитов Уже хорошая атака получиться Байкап Нет, тут пели вернуться в свою зону Хоккеисты Филадельфии Хоу Хозяева поля почти все время Минимум трех хоккеистов Держат В обороне Или центральные нападающие Или Кто-то из крайних Постоянно отходит назад Вернее не трех хоккеисты Вернее не трех хоккеисты А помогает Защитникам Ну, надо сказать, информация Нашей команде Достаточно Филадельфии Вот опасный момент Бросок Гоу Михаил Васильев Забрасывает первую шайбу Произошло это на тринадцатой минуте первого периода Неплохую комбинацию Разыграли сейчас наши хоккеисты И Васильев открыл счет Отдадим должное и хоккеисту Который делал передачу Это довольно сложно Это было сделать Надо было переброс Истить плюс И в то время Чтобы наступить Итак, счет матча открыл Семь минут остается ровно до конца первого периода 1-0 Выигрывает сборная Советского Союза Пятерка Шепелева у нас сейчас на льду Но трудно пока По-моему Найти общий язык Шепелеву Со Светловым и Семеновым Первый раз они в таком сочетании выступают В обороне играет у нас Первухин и Белединов Ну такой бросок не опасен для наших ворот Защитник Куилка Обрастал в сторону ворот Ну скорее для того, чтобы перевести просто игру в зону нашей команды Варнаков Неожиданно бросил момент отводки Это очень всегда бывает опасно для воротаря Если он не готов к приему шайбы Это Фелли Юнбер Я вам рассказываю Крутов Обыгрывает Хоу Передача назад Не дотягивается Вот опасный момент, гол Крутов забрасывает вторую шайбу Счет становится 2-0 В пользу сборной Советского Союза Но вы знаете, по-моему, травму все-таки получил небольшую Владимир Крутов После этого столкновения в углу площадки Ну, увлеклись, по-моему, канадцы Силовой борьбой в этот момент Шайба оказалась у нашего защитника Бросок по воротам последовал И Крутов успел добить шайбу 2-0 Но еще очень много игрового времени В середине До конца периода остается 4 минуты 57 секунд Байкан Проб Кожевников бросок Линкер отбивает шайбу Холкгрен Движение должно быть Отбивает Шайбу Уилсон Маргер Корин Убрасывание В зоне Владислава Движека Я уже говорил о том, что много Хоккеистов Заставил Владыки Флайер Играли Я не скажу, что Высокие скорости были В первом периоде Скорее в третьем Темпе проходит игра Алисон Кемедев Бросок Олимперг Выручил сейчас команду Могла закончить Взятие ворот Атака Сборной Советского Союза Последние секунды Первого периода Проброс Зафиксировали Арбитры Вбрасывание В зоне Олимперга Ну что же время Еще есть Три секунды Для того, чтобы Выиграть в Брахани И успеть бросить Еще поворот Равная Борьба была в первом периоде Несмотря на то, что Сборная Советского Союза Выигрывает Со счетом 2-0 Об этом говорит и Количество бросков Восемь На раз бросали Поворот В лево поле И 10 бросков Сделали Такие же Сборные Советского Союза И так Закончился Первый Период 2-0 Впереди Сборная СССР Перерыв Сборная Советского Союза Филадельфия Флайер Начинается Второй Период Встречи 2-0 Сборная Советского Союза Выигрывает Счет открыл Васильев А затем В конце Периода На 16-й Точнее Минуте Крутов Забрасывает Вторую шайбу Кстати Это его Пятая шайба В турне По Северной Америке Пятерка Ларионова Начала у нас Второй Период Играет она Против пятерки Кларка Ларионов Шайба Передача направо Семенев Не смог Войти в зону Камейка Западной Сборной Советского Союза Это Тренер Филадельфии Флайер Боб Маккемман Довольно молодой 41 год С марта 1882 года Тренирует Команду Правда Это Уже можно сказать Второй раз А первый раз В 58-м году Руководил Командой Первый Укин Проб Тренирует Не успевает Запрочает Глубоко Наши крайние Непадающие Сибири не отходят И правильно Делают Все время Держат Напряжение Защитит Сибири 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 Кожевников Сибири Сибири Васильев Великолепно Идет Проверка Прошло Может быть Выпадал Сибири За ансамбля Александр Геральцев Нинько Его ему К тому же Получил Сравну А Сибири 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 Молодцы Бросок Сворот От Третьяк Отбивает Шайбу Тариков Творшек Третьяк Надо по-моему Выехать Из ворота Не очень Не организовано По-моему Сборная СССР Делала Смену Поэтому Так Получилось Два Сразу Фанат Оказались В нашей Зоне Саева Прижата Убрак Звонит И второй Номер Подсок 22 В этой Команде 22 Два Кода 12 15 минут 39 Секунд Остается До конца Второго Периода У Филадельфии Флайер Играют Хоу И Хофф Мэйер Мэйер В обороне Тойлор И Тойлор 15 Вода Вот сейчас Надо разобраться В ситуации Что-то непонятное Происходит В площадке А Все ясно Вот видите Это Шаблон По которому Меряется Загиб Крюка Кружки Токеиста Если Превышает Размеры Положенную Установленную Дон Двухминутный Штраф Отбывать Токеиста А если Все нормально То тогда Команда Которая Предъявила Претензии Наказывается Двухминутным Штрафом Ну вы знаете Что не первый раз Уже Эта нация И вообще Североамериканские команды Прибегают Вот именно К пятому приему Ну что По моему Удаление Сборной Советского Союза Да Четвером Остается И наша команда Вот так И использовали Шан Эта нация Ну я не знаю Это в общем-то Не специальное Конечно Соревнование Товарищи Матфи Я думаю Что не стоит Прибегать С этим делом Видите Вот наш Тренер Владимир Юрзинов Матфа за рукой И уже И первый раз Во время Этого турне Канадская Используется Как им Наверное Кажется Хитрый прием И так По 4 полевых Игрокам Крутов У нас Удален Иглард У Филадель Иглайер Касатонов Фетисов Лорионов И Тюменев У нас На льду Тюменев Бросок Промахивается Тейлор Лорионов Передержался Кешайбу Фетисов Лорионов Как-то по-новому Думаю Раскрылся Лорионов Во время Вот этих Матчей Для него Это тоже Очень сложное Довое испытание Потому что Такую серию Он никогда Не играл Участвовали В Кубке Канады В Киринске И С прошлого Года Впервые Сдафи А вот В таких Матчах Впервые Играет Хопнейер Фетисов Марберт 31 Вот Бросок Поворотом Опасный Момент Нет Шайба У Тресняка Отстояли Сейчас Стоять Ворота Привыкли Вот этот Момент Острый момент Был полуворот Голодель Флайер Не знаю Если бы Поднял Шайбу Повыше Крутов Могла она Оказаться В воротах Крутов Фетисов Мощный Бросок Не удалось Выкинуть Шайбу В третью Зону Фетисов Молодец Шайба Вышла Из зоны Хозяев Поля Причем Вы знаете Мы На какой-то Сантиметр Наверное Но это Увидел Арбитр Еще Достаточно Времени Одна минута И двадцать Секунд В распоряжении Нашей команды Чтобы Использовать Численное Преимущество Характерная Вы знаете Деталь Подмечена Нашими Тренерами Во время Этого Турне Профессиональные Команды РХЛ Намного Лучше Стали Действовать В большинстве Появились И наигранные Комбинации В основном Ключе Хоккеисты Уходящие На лед Знают Что им делать В этой ситуации Касатонов Никого нет Ларионов Хорошо Чуть-чуть Надо паузу сделать Неплохо Вот теперь Можно разыгрывать Шайбу Фетисов Касатонов Передача Касатонов Бросок Еще один Бросок Бол Это Передачу И счет Стал 3-0 Пользу Сборной Советского Союза Это Вторая Шайба Пятерки Ларионова В этом матче Что там Что там Говорит Сильнейшая Это Четверка У нас В форме Советского Союза Все Все Очень Молодые Еще Такие Еще Учтем Что Нет Макарова Который Появится Поставится Итать Где-то В феврале Только Некомен Он Училит Бензино Но Нет Прецензии Абсолютно Никаких На прецензии Виктору Сюзеневу Вот Удаление В нашей Команде Давайте С вами Посмотрим Внимательно Да Ну 19 Номер Филадельфии Флайр Просто сбивает Итика Это Алисос Кому Они Выгоднее Несомненно Что Уже Не так Трежо Выглядит И сборная Советского Союза Это Заключительный Матч Турне Хоу Бросок Можно Подержать Шайру Гварцов Гварцов Жлуптов Первухин Белединов Хоу Все-таки У него Чутье На Образок Соперника Тут же Выкатился Из ворот Соткратил Угол Обстрела Ишаева Попала В нашего Вратаря 3-0 Сборная Советского Союза Выигрывает 7 минут С небольшим До конца Второго Периода Вот Посмотрите Образок Был опасный Неудачно Сыграл Вячеслав Фетисов Семенев Барбер Чемпионат Национальный Хоккей Лиги Угол Травмы Сегодня Первый Северный Америки Еще раз Прибегают Канадцы К тому Что Хотят Поверить Загиб Крюка Теперь уже У Михаила Васильева Но 2 минуты Удаления Теперь Михаила Васильева Вы понимаете После Первого Матша Прибега Вот В такой же Мере Да Какие-то Эдмазы Вроде бы Договорились О том Что Не будут Больше Мерить Загиб Рука Ну вот Видите Используют До конца По-моему Швайшан Такие Севодельки Слайер Пытаются Верно Используют Четвером Остается Наша команда У нас играют Крусов Ларионов Петисов И Кататонов У хозяев Поля Это Воршак Хоу В обороне 17-й Номер Это Хоу Брэн Нападение Фларк И Семьи Семьи Итлер Играет Хоу Бросок Гол Семьи Семьи Использовала Числимого Поемовщика Семьи Точно Бросил Марк Хоу Становится 3-1 Семьи Там присяг Он не видел Саина Из-за Семьи У нас Которые там Перед ворота Наобью Отдва Семьи 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 И Бросок Насколько Очень мощный И так Приятный Три 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 Минуты 56 Секунд До конца Второго периода В полном Поставе Гравитики Другой Сборной Сборной Алекон Лар Вне игры Неплохо, вы знаете, выглядит Хоу Рады тому, что имеет атакующего защитника в составе Вот, пожалуй, подтвердил Хоу, что он может действительно бросать Сильный, точно, полный график, результативный Вообще, он в чемпионате МКЛ-12 решает, уже забросил за 41 игру Офмейер Барбер Деплов Шепелев Хорошо выигрывает защитника, бросает с воротом И промахивается Убрасывание в зоне Филадельфии флайер Вторая половина периода проходит все-таки Небольшим, пожалуй, три месяца Хозяев в поле Пятерка Злухтова вышел у нас на лед Бросок Вот опасный момент Гол Варнаков Забрасывает Четвертую шайбу Воспользовался ошибкой воротаря Филадельфии флайер Пелли Линдберга, который отборцем не очень удачно ловил шайбу Варнаков Расторопнее защитников оказалось Вот, смотрите, этот момент И Дворжев не смог помешать нашему нападающему Итак, 4-1 в пользу нашей команды Это первая шайба Варнакова в матче в этой серии Тевер Дворжев Проб От 1-1 назад наша команда Уже три хоккейского обороны Варнаков Кожевников пока не заметен Возможно, еще побаливает у него нога Вот, бросок поворотом штангов Второй раз штангов поставит ворота Филадельфии флайер Бросал на этот раз Тариков Хоу Вот, опасный момент Все, благополучно закончилось Зубков вовремя поймал шайбу на себя Кожевников Смена у нас идет по ходу встречи На льду уже Крутов Ларионов вышел Зубков Крутов Крутов Передача Не попадает по шайбе Ларионов Диплом подержит шайбу Сборной Для этого Потеряли ее И вперед идут Хоккейцы Филадельфии Фраер Пятерка Ларионову у нас будет заканчивать период Смотрим момент, когда попал в штангу Сергей Стариков Третьяк Две секунды Еще сыграют хоккеисты Выбрасывали Теперь она закончился второй период 4-1 Впереди сборной Советского Союза Перерыв Итак, начинается последний период встречи между сборной Советского Союза и Филадельфии Флаер 4-1 Впереди наши хоккеисты Я вам напомню, кто забрасывал шайбы в этом матче В первом периоде это сделали Васильев и Крутов Затем во втором периоде Ларионов забивает третью шайбу 3-0 Филадельфия Флаера смогла использовать численное преимущество Защитник Хоу отправил шайбу в ворота Третьяка Но затем за две с половиной минуты до конца второго периода Михаил Варнаков воспользовался ошибкой и защитника Дворжика и вратаря Филадельфия Флаер И провел четвертую шайбу Итак, 4-1 впереди сборная Советского Союза И последний период этого тяжелейшего турне по Северной Америке и Канаде Пятерка Лариона у нас заключительную треть матча начала Играет она против пятерки Ситлера Я думал, что у Филадельфии Флаер возможно будет замена воротаря Очень часто делают это тренеры, давая возможность выиграть двух голкиперов Но нет, ворота защищает по-прежнему Пелли Линдберг Казатонов Не очень удачно играет Бросок в воротом третях вступает в игру МакКримон Хоффмейер Кротов переводил игру на противоположный фланг, но там не оказалось на месте Чеменева Казатонов Фетисов Не удалось начать атаку Барбер Идет к Фетису Ларион Убрантония в зоне 30 кап Пошла четвертая минута последнего периода 4-1 выигрывает сборная СССР Выжаков Дворцов Кларк Неплохо разыграли шайбу Алисон бросал И Фетяк Накрывает шайбу Вы обратили очевидное внимание на то, что все матчи отслуживают арбитры из стационарных отелей в предыдущих сериях встреч обычно бывал и нашим арбитрам. Ну здесь наша команда согласилась на судейство только с канадской стороны, вернее, с американской. Был на пенсии. Был на пенсии Был на пенсии Шайбу 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 Светлов. Хочу измерить шайбу, будет слежаться, нет? Шайпелев. Молодец, хорошо очень пошел. Вот опасный момент, бросок, гол. Это Анатолий Семенов забрасывает пятую шайбу. 5-1 в пользу сборной Советского Союза. Просто молодец Шайпелев. Вы знаете, так резко пошел на ворота. По-моему, не ожидали ни вратарь, ни защитник этого. Вот посмотрите еще раз. Ну и разумеется, сразу острая ситуация возникла перед воротами. В Филадельфе и Флаерс. И затем уже бросок Анатолия Семенова достиг цели. Светлов вовремя увидел свободного партнера. Это первая шайба Анатолия Семенова в этой серии. 14 минут 50 секунд до конца матча. Байкап. 5-1 выигрывает наша команда. Семена у нас произошла. Пятерка Быкова на льду. У Киладельфе Флаерс играет пятерка Тейлора. Кожевников. Сегодня не очень заметен Василия, которого, вы знаете, полюбили канадские зрители. Я не имею в виду именно канадские зрители. Когда четыре матча израильцы. Первые четыре матча в канаде. И вот такой рост очень крутый, подвижный, так и великолепный, простой и мужественный. Мужественный, так же, как и его партнер Дворжак. Тепичная игра, пожалуй, для канадской команды. Удраться не за шайбу для соперника. Вот опасный момент. Такой ворот в форме Советского Союза. Ну, все. Дело получено. Закончилось. Жлупков подобрал шайбу. Кларк. Успел Фетисов. Наш капитан с шайбой ждет, когда сделает смену партнера. Дворжак. Можно играть. Хоу. Может, что-нибудь получиться передача. Мехов, Керкс, вернусь на корону. Корин. Фитлер. Фитлок был в арбитре, так что можно было не бросать поворотом уже в горницу. Положение вне игры. Шепелев. Семенов-Клитнов. Перелезинов. И первые в нашей команде. Упиладем Фьюфлайр. Играют Маккриман и Хоптмейер. В обороне. А в нападении Тейлор, Патток и Химитал. Тейлор. Передача, бросок. Мощный бросок Семенова, но шайба проходит выше ворот. Трудно срочно так. Такой подмылочай. Возможно, чуть-чуть впереди находилось. Трудно срочно так. Трудно. Трудно. Подток. Семенов. Больше стали хозяева поля допускать ошибок И в то же время обратите внимание Намного лучше и активнее стали действовать наши хоккеисты Удается теперь уже коллективная игра Ровно 10 минут остается до конца встречи Филадельфии Между сборной Советского Союза и профессиональной командой Филадельфия Флайер Сборная ФСР выигрывает со счетом 5-1 Итак 5-1 впереди сборная Советского Союза Вбрасывание в средней зоне Хозяева поля выигрывают шайбу Она у защитника Уилсона Отправляет ее ближе к тени линии сборной Советского Союза Но наши хоккеисты перехватывают шайбу Василиса в этой площадке В виде борьбы с дворжиком Шайба в зоне сборной Советского Союза Стариков останавливается за воротами Передача на фланг Вот хороший перевод шайбы И сразу очень острая контратака Быков и Хожевников вдвоем против одного защитника Хожевников по-моему чуть поторопился Возможно и нет Но и сделал неточную просто передачу Разыграли хорошо очень шайбу Тейлор выходит с воротом Трестяк вступает в игру Быков Стариков чуть-чуть побыстрее И тут же хорошее движение пошло у наших крайних нападающих Быков мужественно пошел сразу двух защитников Причем дворжик, достаточно что мощный защитник Бывший игрок Сословакской сборной И рядом с ним находился МакКримон Хокрейн Кларк Смена походового матча идет у нас Лучшие дворцов, Варнаков, Жлуптов Вожаков и Бабинов Очень быстро сделали здесь советские хокисты Пятерка Кларка на льду у хозяев поля Хокрейн На левом фланге вошел в зону И вошел в зону И вошел в зону И вошел в зону И вошел в зону Возоков Дворцов Кларк Пока у тебя пройдет Хоу Проброс будет и сбрасывание в зоне Слава Третьяка Яна просит моего помощника А затем в нападение Барбер, Эван и Горин 7 минут 55 секунд еще сыграют команды В последнем периоде Хитисов забирает шайбу Хорошая передача Сергеевич чуть-чуть поторопился Правда, очень поднимательно закрутим там наблюдали Тюменев Пошел в зону Бросок по воротам Прикрыл ближний угол Линберг довольно удачно Горин Пустили отойти на шее назад И Кататонов И Кататонов И Кататонов Помогает Лорионов Передача Бросок по воротам Еще один бросок Нет Шайбу Третьяка Все уже бесполезно Будет шайбу Умешался Горин Обычно Таких ситуаций Канадцы сами Никогда ведь не вмешиваются Если Горин Драку На площадке Остальные стоят и смотрят Чем это закончилось Как только еще один Приколожен соперник Вмешивается То и противоположной команды Тоже один Вступает в Драку Так что всегда В тысячи участвует равное количество Хоккейсов Но вот сейчас С этой командой Пожалуй набросились На нашего одного хоккейста Барбер Ну конечно обидно С такого расстояния Не добить шайбу Не смог он переиграть Третьяка И вообще Вы знаете В какие-то моменты Просто побаиваются Третьяка Канадские Нападающие Да и защитники Вот сейчас Барбер Заворотами Третьяка Сделал передачу Уже просит Ему удается Креплов Ушел от силового приема Молодец Креплов Третьяка Можем получить хорошую атаку Убежит Хожевников Выходит к воротам Не успевает бросить Васильев Бросок Шайбл попадает В Уилсона И соответственная атака Хозяев поля Хоу на правом фланге Рядом с ним Бабинов Неприятный был Процел вдоль ворота Причем Не было защитника Нашего на пятачке Холмгрен И Стариков Прижимает шайбу От борта Нет Надо успокоиться Но наш Бабинов Он Спокойно Очень играет Прижимал шайбу Борта Не трогал По-моему Хоккейцы Из Киладельфии Флайер Как-то Спокойно Случайно Смотрит на это Орбитер Нет По-моему Удаляет Но Причем Наверное Будет Обоюдное Удаление Нет Нет Даже Нет Удаления Бабинов Нет Бабинов И Холмгрен На две минуты Отправляются Вот посмотрите Все правильно Сделал Сергей Бабинов Не удерживает Конечно Нервы Уже У Киладельфии Флайер Какие-то Моменты Замечаешь Что канадцы И большинство Здесь Киладельфии Зино Зино И два Защитника Но играют Отлично Здесь Причем С каждым матчем Все лучше и лучше Казалось бы Такая нагрузка Огромная И физическая И моральная Нагрузка И тем не менее В отличной Спортивной Форме Находятся И Крутов И Лорионов Особенно хорош Лорионов Уилсон Игра пока в зоне Канадской команды Защитник Владеет Шайбы Это Хоу Передача На правый Фланг Уилсон В полных составах Играют команды Барбер Зоне сборной Советского Союза Бросок Среди Легко Ловит шайбу И сбрасывание Будет В зоне Владислава Трифика Ну и сейчас Он уже фетисов Наши Неправ Там было все Спокойно Шайба была уже В ловушке Владислава Трифика Лорионов Крутов Фетисов А наша вся команда Уколо Самики Запастых Но я думаю Вряд ли Что изменится За эти Оставшиеся Минуты Встречи А многие Уже Покинули Стадион Очевидно Не верят В то Что Филадельфия Слайд Может Спасти Эту игру Действительно Разве Счете Незначительной Нет В полных составах Играют команды Белетинов Отдает Налево Светлова Тот Соперника Оставляет Шейбу Шепелеву Передача Назад Подбросок Шепелеву Неудачно Неточно Ворвается Куарин В зону Причем Хоккейс Который По ходу Игры Перекладывают Плюс Первуки Светлов Три Канадца В обороне Светлов Обыгрывает Защитника Опасный момент И Последний момент Не успевает Отправить Шайбу В ворота А мог бы Это сделать Почти обыграл Уже вратаря Семенов Мак Кремон Именно у нас Идет по ходу Встречи Зубков Стариков Хожевников Быков И Васильев Играют Против Пятерки Пропа Быков Хожевников И игра Остановлена Движа В положении Вне игры Очень Правильно Тактически Подстроили Игру сегодня Наша команда Вы очевидно Обратили внимание На то что Почти не было Ошибок В обороне То есть Ни одной Острой Контратаки Вообще Не провели Кокеистой Каладельфи За весь Марч Ну надо отметить То что Конечно За шесть матчей Значительно Окрепли Наши Хоккеисты И привыкли К игре соперника Варнаков Варнаков Быков И Хожевников Вот такое у нас Сейчас Сочетание Вместо Васильева Играет Варнаков Отмена В средней зоне Средней зоне Передача направо Хоу Варнаков 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 Во время Во время Этой серии Матча Выбрасывание В зоне Третьяка Шайба Вышла В третью зону Она Защит Хоу Направо Передает Алисон Офрейн И вот Звучит Финальная сирена Матч Окончен Сборная Советского Союза Выиграла Со счетом 5-1 На этом Мы заканчиваем Нашу Передачу Из Виладельфии Она была Оганизована Телевидением Советского Союза Вел репортаж Евгений Майоров Всего доброго Это было Гритер Эксперинец Для всех Клуб Я знаю Для Минесота Норзстар И Лават Плэр 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 Кел Mas Минלי флэр Плэр 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 Двэр popсмдэ мэюen Субтитры сделал DimaTorzok